МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Мюнхене открылась международная конференция по безопасности, которая пройдет с 6 по 8 февраля. В ежегодном форуме примут участие 20 глав государств и правительств, 60 министров иностранных дел и обороны, а также многочисленные эксперты. На повестке дня – эскалация насилия на Украине и Ближнем Востоке. Стороны конфликта на Украине договорились об однодневном прекращении огня в районе Дебальцево и создании зеленого коридора для эвакуации мирных жителей. В Дебальцево в последние дни шли ожесточенные бои. Первая колонна с беженцами уже покинула город. Об этом сообщили представители сепаратистов. В России зафиксирована самая высокая инфляция с 1999 года. В январе цены выросли почти на 4% по сравнению с декабрем. В годовом выражении рост цен ускорился до 15%, сообщает Росстат. Сильнее всего подорожали продукты питания. В Берлине в 65-й раз стартовал ежегодный кинофестиваль «Берлинале». Всего в различных секциях кинопросмотра до 15 февраля будет показана 441 картина. Между тем, фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» вышел в российский прокат. Из-за острых дискуссий вокруг фильма поступило значительно больше предложений от кинопрокатчиков, чем ожидалось. Ангелы Меркель и Франсуа Ланд прилетели в Москву на фоне обострения конфликта в Донбассе. В эфи-центре боевых действий оказался город Дебальцево. Мирные жители массово покидают этот город. Временное пристанище многие из них нашли в Харькове. Вокзал в Харькове. Здесь регистрируются беженцы из Дебальцево. 27-летний Валерий прибыл на прошлой неделе. По его словам, далеко не все жители готовы покинуть город. Некоторым жалко, например, бросить. У меня сестра в Дебальцево, у нее трое деток. Она не может бросить. У нее корова, у нее машина, у нее мебель еще в доме все есть. Да, к ней попало, один дом разбило ее, в гараж ей попал снаряд. Но тем не менее, она боится даже, я боюсь с детьми по городу. Валерий едет к друзьям на запад Украины, подальше от войны. Но такая возможность есть далеко не у всех. Дебальцево, девочки, с Дебальцево. А что вы будете делать дальше? Не знаем. Вот приехали, голые босы, просто волосцы, и все. Что мы будем делать? Помогите нам. Нету ни квартиры, ничего нету. Разбили все. Город Углегорск, расположенный неподалеку от Дебальцево, украинским военным пришлось покинуть. После ожесточенных боев с сепаратистами. Украинские власти не справляются с эвакуацией гражданского населения, а также с размещением беженцев. На окраине Харькова польская благотворительная организация построила деревянные дома. Ирине Маляевой перебраться сюда помогли ее знакомые из Харькова. Из Дебальцево она бежала сама. На машине. Нам повезло. Мы выезжали рано утром. В это время немножко стихла стрельба. Нам повезло. И мы выехали благополучно. Немного бахали по сторонам. Уже в Харькове она начала искать пристанище и нашла этот поселок на окраине города. Но и здесь мест практически не осталось. Куманитарная Катраиня уже давно не ограничивается лишь востоком страны. И проблема эта продолжает усугубляться. Поездка Меркеля и Оланда к Путину совпала по времени с началом Мюнхенской конференции по безопасности. В работе открывшегося в пятницу международного форума принимают участие 20 глав государств и правительств. В том числе президент Украины Петр Порошенко. А также 60 министров иностранных дел и обороны. В Мюнхене находится корреспондент Deutsche Welle Роман Гончаренко. Сейчас он на связи со студией. Роман, урегулирование украинского конфликта это центральная тема нынешней конференции в Мюнхене? Изначально планировали, что Украина будет одной из центральных тем нынешней Мюнхенской конференции. Но в последние дни ситуация изменилась. Это связано с тем, что на востоке Украины обострилась ситуация. Снова идут бои, снова гибнут люди. Ну и кроме того, это связано с последней мирной инициативой канцлера Германии Ангела Меркель, президента Франции Франсуа Оланда, которые отправились в срочном порядке сначала в Киев к президенту Порошенко, затем в Москву к президенту России Владимиру Путину. И там пытаются договориться о дипломатическом решении этого кризиса на востоке Украины. Поэтому, естественно, Украина сейчас у всех на устах в Мюнхене. В коридорах, в кулуарах здесь звучат две фамилии на разных языках. Это Меркель и Путин. Фамилия российского президента звучит особенно часто. Ну, чуть реже называют фамилию украинского президента Порошенко. То есть это показывает, насколько важна тема Украины здесь, на этой конференции. Роман, ну и Меркель и Путин, они пока находятся в Москве. А из Мюнхена стоит ли ожидать каких-то импульсов, каких-то, возможно, новых идей, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе? Судя по всему, все ожидают, что действительно главное событие происходит в Москве. В ближайшие дни там решается судьба Украины. Если можно так сказать, перед интервью я поговорил с заместителем министра обороны России, господином Антоновым. И я спросил его, с каким настроением он прибыл в Мюнхен. И он сказал, я цитирую, мы приехали не ругаться, а договариваться. Конец цитаты. То есть настроение такое осторожный, осторожно сдержанный, возможно, оптимизм у него, представитель российского Минобороны и у других участников Мюнхенской конференции, с которыми я говорил. Здесь точно не будет новой фултонской речи. Напомню, это речь Черчилля, в которой он сказал, что опускается железный занавес. Здесь этого в Мюнхене, похоже, не будет. То есть не будет заявлено о том, что Россия враг и опускается новый железный занавес. Роман, ты уже сказал, что в Мюнхен собирается прилететь и Петр Порошенко. Что от него следует ожидать? От Порошенко ожидают в первую очередь уступок, судя по всему. Если верить немецкой прессе, именно это может остановить новую волну эскалации насилия на востоке Украины. Вопрос, пойдет ли он на это. Известно, что Порошенко перенес свой визит в Мюнхен с пятницы на субботу. Судя по всему, дипломатия продолжается в ежечасном режиме. И на выходных возможны какие-то новые решения или новые инициативы. Пока очень трудно делать какие-то прогнозы. Но в любом случае Порошенко здесь ждут с большим нетерпением. Его выступление в субботу обещает стать одним из главных. Роман, а какие еще темы, помимо украинского конфликта, находятся в центре нынешней конференции в Мюнхене? Конечно, одна из главных тем, уже ставшая традиционная тема, исламского терроризма, исламское государство в Сирии, в Ираке. Об этом будут много говорить. Хотя, конечно, Украина, можно сказать, сейчас на завтрак, на обед и на ужин здесь в Мюнхене. То есть все говорят в основном только об Украине и о России, конечно, в первую очередь. То есть Украина-российский конфликт. Другие темы, это темы беженцев. Хотя тоже-таки опять через призму украинского конфликта. Здесь будут выступать представители ООН, представители ОБСЕ, руководство очень многих стран. Можно сказать, что по-прежнему в первый и в последний день Украина на первом месте. Спасибо, Роман. Я напомню, что на связи со студией был специальный корреспондент Deutsche Welle в Мюнхене Роман Гончаренко. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Мюнхене, заявил, что Альянс поддерживает германо-французскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине. О развитии событий читайте на сайте Deutsche Welle. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok